И всем привет, ребят, с вами страница, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами находимся на нашем основном аккаунте, и будем тестировать очень интересное вооружение, которое я для себя относительно недавно открыл. На одном из видосов по прохождению нашей мини-игры я взял эту комбинацию, дабы выполнить одну задание и получить печеньки, но уже после этого на стримах и на просто выполнении заданок я увидел потенциал и увидел жесткую доминацию этой замечательной комбинации. Сегодня мы вместе с вами поиграем на хоппера фрезе с фрезом на подавление и с дроном ловкач. Эта комбинация на сегодняшний день стала для меня открытием и стало для меня удивлением, да, мы берем хоппера с именно иммунитетом от подавления, берем ловкача, и у нас получается супер быстрая комбина, которая в упоре наносит большое количество урона. То, что надо фрезу, плюс фриз с заморозочкой и с дополнительным подавлением. Как по мне, лучшее устройство на сегодняшний день на фриз, которое очень легко реализуется в любом режиме в нашем матчмейкинге. Будь то штурм за атаку, будь то регби, будь то CTF, будь то ЦП, будь то даже Джаггернаут, вчера я на Джаггернауте на этом фрезе, тоже давал контенту. Поэтому давайте сыграем сегодня, ну, наверное, в дефолтном CTF, и все-таки это быстрая торпеда, которая идеально сочетается под доставку флагов, под доставку мячей. И, ну, наверное, максимальные кондиции мы сможем выжать именно с этого сочетания в режиме захвата флага. Но если вам нравятся подобного рода видосы, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на канал. Ну и, конечно же, не забывайте про мой личный тег-создатель контента. Прямо сейчас проходит розыгрыш на 1 миллион кристаллов, на 30 тысяч танкоинов. По поводу тегов вся информация есть в описании. Ну, а мы в бой запикиваемся, нас закидывают на, ну, довольно немаленькую, конечно, карту. Но здесь, я думаю, что можно будет попробовать реализовать нашу комбину, при том, что у нас лавкач. Ну и будем просто въезжать в противника. Фриз наносит на сегодняшний день очень большое количество урона. И как раз-таки за счет этого у нас есть довольно большое количество возможностей для реализации. Плюс хоппер даст мне шанс на увоз, если вдруг мне надо будет впрыгивать в подхват флага. Я смогу сразу раздаться и попробовать все это дело качественно реализовать. Главное, чтобы у нас особо большого количества минус не было от противника. Так, подбор, подбор, подбор. Был бы сейчас здесь бы флаг чуть пораньше. Может быть, даже получилось бы улететь. Так, ну и по резисту пока что я торопиться не буду, менять ничего не буду. Покатаю пока что на таком резе. Ну а дальше уже, если что, переоденемся. Подава идеально обрубает все дроны, которые добавляют какой-то дополнительный эффект. Да, то есть, например, если это защитник, то это дополнительная броня. Если бустер, дополнительная ддшка. Если лавкач, дополнительная нитра. Ну и за счет всего этого очень вкусно контролируют противника. При том, что у нас подавление на сегодняшний день... Иммунитет, вернее, подавление на сегодняшний день мало кто берет. Соответственно, возможности у вас становятся намного больше в реализации этой замечательной комбинации. Ну и плюс дамаг фриза это просто. Ну это такая сладость. Насколько много он накидывает урончика и уже у меня появляется овердрайв спустя 2 минуты на хоппере. А все, что нам остается сделать, это теперь быстро залететь противнику на базу. Ну и постараться дернуть флаг. Попробуем это сделать через туннель. Надеюсь, что у меня получится это сделать. Противник тут тоже уже в туннельчике имеется. К слову, имеется бустер там у противника на воспе. И он с иммунитетом. С иммунитетом от подавления. Это, конечно, жестко, когда игроки используют иммунку от подавления. Ну и плюс фриз идеально еще сочетается в том плане, что, например, если вы играете против каких-то подрывников или спасателей, вы также отключаете им дрон. То есть подавая это просто, ну, сказка. Да, то есть фриз с подавой. Плюс дамаг. Плюс отключение всех дополнительных дронов предметов. Ну и плюс еще, ну, контра. Просто и великолепная контра. То есть работает все как часы. И мне это очень-очень сильно нравится. Ну и урон фриза стал прям мега крутой. Я не перестаю радоваться этому урончику. Пробуем выпрыгнуть. Благо, улетаем. Только мне надо, чтобы мне кто-то подстраховал. Теперь подборчик, подборчик сделайте, ребяточки. Пожалуйста. Ну, я все уже сделал. Просто все сделал для того, чтобы вы доставили. Пожалуйста, сделайте. Боже, у нас еще и вернули. Вот это, конечно, обидно. Когда такие возвраты происходят. Когда ты уже выпрыгнул, влетел в доставку, грубо говоря. И тут у тебя просто происходит возврат флага. Ну, такое. Немножко килтово. Если честно. Ну, ладно, ничего страшного. Если один раз получилось влететь вот так. То я думаю, что еще возможности у нас в рамках этого боя точно будут. Ну, и что касаемо вообще матчмейкинга и команды. Тут все довольно-таки равно получилось. Да, то есть и противники более-менее нормальные. И тиммейты у нас, надеюсь, что будет мне тоже немножечко саппортить. Так, попытаемся сейчас увести. Ай, хороший был тайминг, если честно. Очень хороший был тайминг. Только я не успел в тайминг нажать аптечку. Если бы успел аптечку прожать, то был бы великолепный шанс на увоз флага. Чуть-чуть больше саппорта мне надо от тиммейтов. Если тиммейты чуть подсаппортят, то будут шансы на уже очень быстрый увоз флага. Так, мамонт не раздается, надеюсь. Да, ах, рельса. Блин, какая же противная рельса. Сколько она урона наносит. Ну, пока что не буду торопиться, не буду брать рез. От фреза, к слову, вы видите, резисты игроки не берут. Это очень хорошо. То есть, то, что у нас нет реза. Ой-ой-ой, ничего себе. Ну, вот хоппер единственное, только в минус может падать очень жестко. В этом плане, конечно, не все так гладко. И ровно так. Ну, и наши тиммейты начинают потихонечку давить противника. Это супер. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Шарелла залетает. Надеюсь... Блин, ну боже. Вот на хоппере только вот... Главное, вот в минус так не падать. Я вот сейчас смотрел на шар. О, наш тиммейт вообще там за овердрайвом заряжает. Просто хочет под увоз сыграть. Ну, мне, в принципе, это в плюс. Главное, чтобы я на хоппере не падал в минус. И тогда все будет великолепно. Так, два шарика он заряжает. Линия почищена, по идее. Пробуем залетать. Ну, и пробуем увозить. Увозить, увозить, увозить. Ну, боже. Ну, как же эта реза жестко контрит меня. Как же она меня дико уносит. И взять рез прямо сейчас? Ну, наверное, это не ошибка. Но... Ну, как-то я не хочу терять переодевалку. А вдруг она не пригодится мне, да? Вдруг там он поменяет пушку. И я просто потеряю переодевалочку в молоко. Будет не очень хорошо. Поэтому, ладно, давайте еще немножко пострадаем. Хотя бы. Да, 9 минут у нас еще до конца есть. Счет 0-0. Опа, Шарелла. Давай, давай, давай. Линию, 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 линию. Хорошо. Пошла линеечка. Под эту линию надо играть. Под эту линию надо играть. А где линия? Алло. Алло, он же запускал ее. Я же видел. У него Шар, что ли, сгорел? Или что произошло? Я не понял. Да, скорее всего... А, его, может быть, слили в тайминг. Да, наверное, его просто в тайминг слили. Ну, боже, ну опять я падаю в минус. Вот единственное, что здесь из минусов, так это то, что Хоппер падает очень легко в минус. И я уже третий раз улетаю в минус. То есть, надо более стараться аккуратно передвигаться, чтобы не падать в такие простые минуса. Чтобы у нас хотя бы в этом плане все было хорошо. Так, ну и что, прожималого будет? Прожималого будет от тиммейта? Или не будет? Сделает он заход мне? О, блин, ну пока он будет думать, я уже на резку лечу. Авердрайв супер поздний, при том, что у меня не было аптечки. Да, и Шар еще и хавает мамонт. Хавает мамонт Шареллу. Пока не получается реализовать свою комбину. Довольно плотно стоит противник в дефе. Ну и здесь, хоть и мы влетаем, и пытаемся накидать урона, я все-таки концентрирую свое внимание больше на увоз флага. И, соответственно, в моменте, конечно, тяжеловато. Все это дело пока что происходит у нас. Пробуем раскрутиться, я хотел сказать, но меня все равно здесь уносит. Жестко, жестко, пока что противник на приемочке работает. Попробуем сейчас залететь, главное, чтобы без минуса. Чуть разворотик сделаем. Так, ну и правая зона. Контрится ли здесь противником правая зона? Я сразу влетаю в эту рельсу, которая меня довольно жестко уносит здесь. Сразу подаву ей, накидываю. Так, ну и пробую проехать дальше. Не знаю, получится ли у меня. Вот сейчас, кстати, тайминг есть шикарный. Если тайминг шикарный, то миночки, блин. Как же еще миночки дополнительно сейвят. Бан, тяжело. Тяжело, полбой у нас прошло. Пока что не получается никак выдернуть флаг у противника. Как только мы распечатаем этот счет, я думаю, что все будет намного-намного проще. Но вот пока что не удается увезти. При том, что я один флаг увез. Чистейший. Да, но, к сожалению, этот чистейший флаг не дал свои плоды. Так, попытка. Сука, как же сейчас жестко меня опять законтрил. Только уже молот с бландербасом. Тяжко, тяжко, мега тяжко. Так, овердрайв сейчас будет у меня. Шары все летят, летят в базу противника. Но безуспешно пока что, да. Шаров маловато. Нужно еще саппорт где-то на подступах к базе противника. И рельса меня в очередной раз респит. Так, нет у них скорпионов. Поэтому я беру резист от рельсы. Вместо реза от скорпиона. Больно жестко мне накидывает этот замечательный молодой человек. И беру еще резист от рикошета. Который там тоже есть. То есть рельса, рик, молот. В принципе, для этой катки, наверное, идеальный резист. И тут сразу мне скорпион дает в голову. Ну, ё-моё. Как же жестко это работает. Ну, ладно. Резист от рельсы мне точно здесь больше будет саппортить. Ну, и надеюсь, что... А, кстати, у них рикошеты, походу, уже поменялись. Были у них... А, нет, есть еще есть. Есть два точно рика и вижу. Все. Теперь у меня уже идеальная комбинация. Осталось только взять и увести флаг. Что является, наверное, самой сложной задачей пока что в рамках этого боя. При том, что у нас противник еще и ставит мины. Я не знаю, правда, с чем, с каким дроном он их прожимает. Да, есть ли возможность у меня, например, выключить. Сейчас попробуем. У игрока ник Авиа. Мне, в принципе, надо его законтрить. Так, изидочка. С подавой. Ой, с подавой. Да, еще и с подавой подрывник. Боже. Вот с подавой подрывник это вообще не контрится. Подава подрывник это суперсложно. Шесть минут до конца. Крайне-крайне тяжело. Вкладывается пока что все у нас. Но нужен саппорт от тиммейтов. Будет ли что-то? Я бы мог здесь, конечно, просто ездить по респу и кошмарить типов. Да, играть на киллы. Но я хочу увести. Если бы я играл чисто в киллы, то я бы здесь уже, наверное, киллов бы 50 дал. Спокойно на такой комбинации. Но все-таки киллы мне не дадут победу. А я играю все-таки не в тдм. Моя комбинация это суперторпеда под увозы. Поэтому я бы хотел бы все-таки увести. Так, пробуем-пробуем накидать. Пробуем закидать парочку типов. Хотя бы чуть-чуть себе дополнительно зоны выиграть. Но команда подпушинг может какой-то сделает. Че-то-че-то подпушинг. Так, аптечки у меня нет. Нет, но это бесшансовая пока что. Пока что выглядит бесшансово с точки зрения именно того, что противник стоит довольно пассивно в дефе. Я попробую сейчас через туннель. Не знаю, есть ли там противник или нет. По ощущениям, там есть противник. Так, ребята стоят на пассивичах. Так, ну пробуем-пробуем все равно набрить. Есть, хорошо. Антера слил. Так, ну и здесь хоппер. Хоппера тоже забираем. А вот сейчас, может быть, есть идеальный шанс под увоз. Нет? Надеюсь, что есть. Если подбираю флаг, то сразу вжимаю оверху. Да, вот так вот просто делаем. Пытаемся улететь. Пытаемся улететь, но я падаю в минус. Блин, ну это было хорошо, если честно. Там довольно большое количество противников было. Если бы чуть-чуть, чуть-чуть шире я пострейфанул бы. И упал бы еще на ярус вниз. То, может быть, получилось бы как раз таки увезти. Так, а противник флаг не возвращает. Это очень хорошо. Может быть, есть шанс на подбор? Может быть, есть шанс на подбор? А не возврат может? А может, не возврат? А может, прыжок вниз? А может, прыжок вниз? А может, сейв? Жестко! Ептить, что сейвит? Офигеть! Как же сейчас жестко меня в шафт с лечением подсейвил. Мимо доставочки с трейфом. Ну, боже, как же жестко он сейчас сыграл. Ептить! Вот такая вот ошибочка от противничка. И я просто делаю доставочку для своих тиммейтов. Ну, это было очень круто. Так, ну и как я говорил, счет разбомбили. А теперь... Блин. А теперь можно было увозить еще один, если честно. Можно было сейчас увозить еще один, если бы я подобрал бы просто флаг. Ну, вот так вот бывает в матчмейкинге, когда противник дает шансы. Когда он просто не возвращает флаг с очень вкусной позицией для меня. И мы просто делаем доставку. Круто! Великолепно! Не зря я боролся эти 12 минут на доставку. Ну, и теперь противнику уже надо отыгрываться. Теперь противник должен уже ехать вперед. А когда противник едет вперед, мы увозим флаги. Все, как я и говорил. Все, как я и говорил. Все так и работает. Да, когда противнику надо увозить. Он начинает открываться. Когда противник начинает открываться, мы делаем вторую доставочку. Сюда! Главное разбомбить было счет. 760 очков. Я уже, если честно, думал, что не получится. Я уже думал, что не получится увезти. Но тот шафт, саппортинг, я не знаю, какой у него никней был. Вот он. Как ты, как ты, как ты, родной. Ты просто сильный чел. Если ты вдруг смотришь этот видеоролик, знай, что ты сделал очень жесткую тему. Прям очень сильно было. Прям мега сильно. Так, ну и шоковая заморозка здесь от фреза у противника. В принципе, я уже могу играть чуть более внимательно, более аккуратно. Мы плюс 2 ведем. Сейчас уже все идеально устраивает. И я могу, ну попробовать еще влететь, конечно. Влететь всегда можно. Но как же он мне сейвит? Как же сейвит меня этот чел? Он почти меня еще раз вылечил. Боже, какой ты сильный. Надо ему написать. Он просто мега крутой. В этой катке точно мега крутой чел. Так, давайте попробуем еще дернуть. Попробуем через право. Сейчас противник, по идее, не должен уже контрить никакие зоны. И наша задача просто дергать флаг в центр. Ах, не успел аптечку прожать. Хотел по максимуму подсейвить эту аптеку. К сожалению, меня слили. Так, еще полторы минуты есть. Еще как минимум 2-3 захода. Мы должны делать в рамках этого боя. За 2-3 захода, может быть, что-то и получится еще. Так, шоковая заморозочка меня накрыла чуть-чуть. Так, шофтецкий. Шофтецкий, работа. Шофтецкий, работа. Раскручиваем. Ой-ой, еще и арес увозит. Все, страховочку можно сделать. Страховочку молодому. Да, бомбочка снизу наша. Ну и все, там чисто. Спокойная третья доставка. Бомб. Как же мы раскрутили эту катку? Вот за счет одной ошибки в матчмейкинге может одна ошибка вот так вот повлиять сильно на исход боя. Я, ну, если честно, хоть всегда об этом как бы и думаю, что такое может быть. Да, и в теории как бы рассказываю. Сейчас получилось не то, что в теории, а чисто на практике получилось реально реализовать то, что я сказал. То, что если мы увезем один флаг, то дальше все пойдет по накатанной. И по итогу мы уже троечку флажков увезли. Ну и хоперов рис, но это просто сказка. Это очень вкусная комбинация, которая дает нам безумно большое количество возможностей и шансов. Ой-ой-ой, Шарелла почти. Сейвим хп, 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 хп. Ладно, даже без хп я просто не делаю. Кто-то меня все-таки слил. А чем меня слили? Рельсой. У меня рельса вообще попала. Откуда мне рельса попала? Ну это четвертая доставка, почти тысяча очков за катку. И... Ну это жестко. Это очень жестко. Это очень ха-ра-шо. Я мега, мега, мега... Что? Правильно. Я мега рад. Я мега рад такому исходу. Так как это, наверное, то, чего я реально хотел видеть от этой комбинации в рамках этого боя. Супер, супер, супер. Так что берите себе на заметочку эту замечательную комбину. Этот хоппера фриз. Это подавление. Ловкач. И, что самое главное, берите иммунитет от подавы на корпус. Это очень важная вещь на сегодняшний момент времени. Я считаю, что вообще с этим патчем, с этим обновлением предыдущим, да, с этой метой в матчмейкинге иммунитет от подавления стал совсем-совсем на другом уровне. Я думаю, что может быть даже в ближайших видеороликах я поговорю об этом более подробно. Почему я так считаю и почему иммунка от подавы на сегодняшний день является очень-очень важной вещью в нашей матчмейкинге. Пишите, что вы думаете по поводу этой комбинации. Если играли на ней, то как вам она? Что вы думаете по поводу вообще хоппера фриза в целом? Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, не забывайте про мой личный текст создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике, как я уже сказал. Устанавливайте его и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 300 тысяч танкоинов. Вся информация по розыгрышу есть в описании. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.